Есть молдавская конституция, есть молдавское скандодательство. Если бы Тудор Улиновский был бы президентом Республики Молдова, как бы он поступил по отношению к действующему Башкану Гагуской автономии Евгении Гуцул? Вы бы подписали указы о ее назначении членом правительства или пошли бы по пути Майи Григорьевны? Я отвечу так. Если бы я был президент Республики Молдова, а президент Республики Молдова является кем? Гарантом Конституции Республики Молдова. Я думаю, что президент Республики Молдова или позиция президента выиграет от того, если президент будет еще и юристом. Я являюсь юристом. Так что для меня позиция президента как гарант Конституции имеет тот факт, что президент должен исполнять то, что написано в Конституции. Поэтому я думаю, что президент Республики Молдова должен был подписать соответствующий указ, потому что это очень четко прописано в законе Республики Молдова. Не подписание подобного указа – это свидетельство слабости госпожи Санду или она грубо нарушает Конституцию? – Это вопрос, я думаю, который касается в совокупности этих двух факторов. Во-первых, конечно, как юрист, я вам уже объяснил позицию. Второй вопрос касается того, чем движется эта позиция. Потому что мы не можем укреплять или не укреплять государство за прихоти президента или другого лидера Республики Молдова. То есть есть закон, он должен исполняться. И если не исполняется, то нужно конкретно аргументировать, почему это невозможно. Понимаю, конечно, что очень много решений, к сожалению, последние три с половиной года были приняты и принимаются до сих пор, к большому сожалению, по политической или партийной линии. И поэтому, к сожалению, когда Конституция, когда закон Республики Молдова используется из чисто, скажем так, корыстных политических целей, то тут мы очень часто видим большие проблемы о том, что закон не исполняется. И это не может быть вопросом неправильного интерпретирования или неправильной интерпретации, понимания Конституции. Это вопрос называется, ну, юристы говорят, нихилизм-журидик, то есть юридический нигилизм.